Всем привет. Я думаю, за эту серию мы добьём этот этаж. Нам тут осталось совсем немного. Так. Ну да, туда-туда сходить. Это чё за товарищи? Ой-ёй-ёй. Так, ясно. Ничего, хорошо. Если мы их будем бить, надо быть готовым к тому, что нам тут наваляют по полной. Так, а почему у него пистолет в воздухе висит? У этого тоже. Это, судя по всему, как финальный босс этой локации. Окей, я думаю, тогда мы сейчас сделаем следующее. Мы здесь затестим гранату. Тогда сейчас мы выстилаем лицо одному из них, кидаем гранату и улепётываем куда-нибудь. Ну, вроде как, даже отделались. Легко. Поднос откуда-то вылез. Два пистолета нашли. Где-то ещё два валяются. Ещё один. Тоже хорошее дело. Ну, куда же улетел последний пистолет? Вон он. Всё, забрали. Идём искать там одного из забродивших. Чё они там? Слышу, ходят там, чё-то болтают. Повезло. А это вообще не гранат, ничего не слышит. Всё у него хорошо. Заодно сейчас проверим, роляет ли как-то свет на наше обнаружение. Ах ты, скотина. Это меня камера ещё выдала наглейшим образом. Ну, или, возможно, свет всё-таки сралял. Однозначно не скажешь. Сколько? 28%. Поставим свет здесь. Пусть будет мне со светом намного комфортнее. Это чьё? Мочомби какой-то. Я дезинтегрировал газировку. Да и твой дурак. Не то нажал. Ну, ладно. Переживём. А если вино выпить, интересно, чё будет. Угу, нас немного шатать начнёт. Ну, давайте, не будем его тратить. Как будто бы не имеет какого-то объективного смысла. Так. Это чё такое? Раздавленная коробка крикеров. Когда-то в этой коробке было вкусное лакомство. А теперь она дезинтегрирована. Ничего нету. Ну, тогда надо сейчас идти думать, как попасть к тому товарищу. Потому что, ну, чё, я буквально там 5 минут в итоге не доиграл, выходит. Ага, вот она становится пустой упаковкой. Хотя тут вообще чётко прослеживается похожесть с играми, где там в подземелье нужно глубоко спускаться. Я уже забыл, как они там называются. Но суть такая, что прям очень похожа. И, возможно, вход к этому товарищу с другого этажа. Хотя, глядишь, и тут пройдём. Сейчас будем разбираться. Опа. Большинство букашек уже мертвы или возродились. Остаются небольшие очаги сопротивления. Вскоре я очищу от них своё тело. Диего хорошо мне послужил и будет дальше развиваться, чтобы помогать мне. Земля узрит моё величие и моё великолепие. Моё прибытие станет апофеозом и всех и всех боги склонятся передо мной. Понятно. Хорошо. Видимо, эта штука откроется тогда, когда мы здесь снова полетаем. О, она не... А, работает. Нет, что-то подошёл, не мог понять, подсвечивается на для действия или нет. Погнали. Ой-ой-ой. Понятный. Четыре. Из каждого угла вылезли по одному. Немножко не ожидал. А что за возврат такой, интересно? Не написано. А это что? Видимо, какой-то робот-помощник. Так. О, новые противники. Какая-то бабочка там стрикнет. Где она? Вон она. А. Хм. Я думал, я не попадаю в неё или что-то не так делаю. Нет, спокойно уничтожается, однако. Скоря, амба? Скоря, амба. Проскочил, даже не задели. Ровно по центру. А-а-а. Блять. Что происходит? Как будто назад не должно работать. Жизнь какая. Через силу тянет меня назад. Так. И куда меня выкинуло? Я что-то не понимаю. Давайте ещё раз. Надеюсь, я выживу. Назад больше не отступаем. А то... Ничего хорошего в этом. Этим хотя бы наваляли ещё. Так, очень осторожно. Назад не идём. Ах, блин. У меня прямо над головой один из этих засранцев был. Ого. Какая здоровенная фигня. Но он там застрял, походу. И не отвечает мне. Так. Ну, хелл нам очень нужен. У нас красное здоровье. Вообще, чуть было не погибли. Но отхватывали только в путь. Я не могу понять. А здоровье... Да, здоровье теряется, если мы касаемся стен. Капец. Я не знал. Значит, ни во что врезаться не надо. Видимо, поэтому нас так покоцало, когда тащило по той трубе. Тихо, тихо, тихо. Твою мать. Синяя-то ещё чуть ли не в лоб нас атакует. Прям вообще не стесняюсь. Идёт напролом. Тихо. Силовая дверь на медпалубе деактивирована. Но это, видимо, та. С роботом всё-таки. На этот раз мы как-то быстро справились. В прошлый раз я дольше по этой фигне блуждал. Ой. Не надо повторно. Не надо повторно. Чёрт. Я случайно нажал. Твою мать. И спокойно выходим. И спокойно выходим. Благо. Офигеть. Офигеть, а где было? Как я столько энергии тут потратил? Ладно. Нас уже сохранили, но мы сохранимся ещё раз. Я думаю, нам еба пушка понадобится для того, чтобы... Войди в комнату, букашка, и она станет твоей могилой. Капец. Ну, давайте чуть получше сыграем, чтобы не спускать здоровье так. Как нифиг делать. Но, да, два... Ммм... Выстрелов для него достаточно. И да, я войду в комнату, потому что я не... Ага, стало-стало моей могилой. Верю, а теперь верю. Ого, сколько тут этих камер. Лучше их заранее уничтожу. И не буду ждать, когда появится возможность подойти поближе. Ну, то они начнут тут суммонить всех подряд. Ага, слышу, там болтают эти. Роботы. Роботы, хоботы. Опа, дверь какая-то. Что такое? А, та самая галактическая энциклопедия. Технические очки, мусор. Пару очков для диагностики. Так, радиация. Надо было сначала войти сюда, а потом уже лечиться. Радарный модуль шестое чувство В1 сканирует местность вокруг пользователя, обнаруживая полезные предметы. Ого. Так, как его запустить? Так. Эта штука сжигает энергию только в путь, короче, понятно. О, мы видели эту комнату в кам... В камерах. Сэкономили на патронах. Уже переполнен. Вантус. Ха-ха. Что это такое? Нет, я... Знаешь, что такое вантус? Ну, думал, ладно. Молоток. Прочный молоток. Вот и всё. Вот и вся история. Ну, вантус, конечно, дофига места занимает. Ты враг или друг? Неважно. Зубная щётка. Простая электрическая зубная щётка. Берём. Дезинтегрируем. Справочник. Утилизируем его нафиг. Зажим. Протативный зажим. Даже добавить нечего. Ну, зажим и зажим. Чё бухтеть-то теперь? Всё, облутали. Ничего нету больше. Ну, наверх к роботу мы ещё пока не добрались. Чё делать с этими штуками? Угу. Понятно. То есть, в ближнем бою их лучше не ломать. У меня патронов-то уже нету, наверное, для электрической пиписьки. Пиписьки. Пи-ю. Понятно. Давайте подзарядимся. И всё. Херам здесь уничтожим. Открывает свет. Я даже сохранюсь на всякий случай. Чтоб сильно там дров не наломать. Энергия закончилась. Пополните её с помощью батареи или энергоустановки. Так, из-за пистолета. Угу. Тогда можно снова сделать по-другому. Поколотить эти штуки. Раз. Два. Вот до первого хлопка. Раз. Два. Три. Вот так вот. Ещё по разу можно было. Ударить. Ну да. А, уровень защиты палубы падает. Всё-таки, да, эти штуки надо уничтожить. А, ну они и на карте отмечены, я вижу. Хм, пылесос летает тут этот дурацкий. Так. Так. Всё. Кто ты такой? Компьютерные узлы можно починить, но ты... Кто ты? Мои камеры и датчики сканируют твоё тело, но ты не стоишь у меня на учёте. Когда мои киборгиды ставят тебя для допроса на электроустановке, я узнаю все твои секреты. И ты познаешь бой лучше, чем когда-либо ранее. Понятно. Так. Давайте с этими чуваками расправимся с помощью гранаты. Будем осваивать бюджет. Насколько это возможно. Вот эту камеру можно уничтожить? И есть ли смысл? Давайте попробуем. Угу. Она просто скрывается. Вот он снова вылазит. Собака. Ну-ка. Всё-таки я попробую её уничтожить. Просто интерес ради. Её можно уничтожить. Но это нам ничего не даёт. Как будто бы. Так. Ладно. Пойдут они отсюда. Граната у меня на пятёрке. Просто сразу её кинем. И будет нам счастье. Ну, вроде всех смог уложить с помощью гранаты. О, открылась дорожка. А, или нет, не та. А где фонарик? Я понял. Фонарик, он энергию тратит. И я, видимо, да. Когда ходил с включённым фонариком, я его окончательно вкал и разрядил. И сейчас он не работает. Вот в чём суть-то. Блин. Я-то думал, почему так электричество тратится быстро так? А вот в чём суть-то. Так. А что, у вас всего двое было? Я на двоих потратил гранату. Ну, ладно. Я уже не буду точно загружаться. Столько там. И так. Дофига. Я потратил загрузок всяких. И, видимо, у меня второй модуль поисковый не работает по этому же. Что энергии нету. Давайте тогда, ну, вот, допустим, возьмём вот эту штуку. Пушим батарейку. Смотрим. Ну да, вот у меня так всё очевидно будет тратиться быстрее. Сду теперь фонарик у меня есть. И, глядишь, я так второй пистолет найду, но... Не подсвечивается нигде, куда он мог улететь. Серьёзно, а где второй-то? А, вот он. Так, ладно. Пистолет нашёл. Запомнил, где он. Иду забираю. Попробую туда тогда просто так допрыгнуть. Раз какого-то легального варианта нету. Ну и да, это удалось. Труп человека. Вот и всё. Можно больше... Не заниматься попрыгайством. Что-то я не помню тебя здесь вообще. Ну, раз ты убит, значит я тебя убил. Это в коллекцию. Это в коллекцию. А, я даже понял, где мы это. Да-да-да. Ну где последние пять процентов? А, защита палубы ноль всё-таки нет. Всё нормально. У нас осталась всего одна неоткрытая комната, в которой я не знаю, где взять пароль. А, невозможно, тут вообще в случайном порядке генерятся эти пароли. Так что пока не уходим, нам надо открыть эту комнату. Всеми правдами и неправдами. То есть, получается, теперь этот этаж полностью безопасен. Мы здесь утилизировали всех. Тихо. Ну и вот да, вон там он стоял. Видимо, я на гуглю просто тогда... О, то, что нужно. Как открыть эту комнату? Лежат. Вот, уроды. Что-то бельнями всех покрошил, твари. Денежки мои. 50 монет. Они, интересно, да. Они все в одну ячейку ложатся, благо. Так, как же мне узнать пароль от тебя? Ну, наверное, я могу все-таки, да, просто супер наглейшим образом загуглить. Сделаю это за кадром. Нашел. 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 Вот здесь код в аудиозаписи много путей. Код 705. Спасибо тебе, прохождение. И там слышу чувака. С одного удара. До свидания. Так. Пистолет. Ну, такой у меня есть уже. Оставь, может тебе пригодится. Так, патроны... Пистолетные, судя по всему, да? Нафига их. Вот так приоткрывать, в чем смысл? Что такое? Неконтактная мина? О, ничего себе. Урон 230. Пробивание брони. Там все дела. Чтобы бросить неконтактную мину, закрепится на любой поверхности и взорвется, если зафиксирует движение. Ну, пока не надо. Станция медкомплектов позволяет улучшать оружие. О, ничего себе. Тут даже оружие можно улучшать. Пистолет можно с 20 кредитов купить. Ну, нафиг мне пистолет. Кучу гранат. Круто, круто. Тут тоже не переработать. Забирай. Комплекты модификации одноразовые предметы для улучшения определенного оружия. Все такие модификации... Угу, понятно. Что же мы улучшим? Магнитно-импульсную винтовку. Даже не знаю. Которая без того имба-имбовая. Или там вот этот. Я бы пистолет. Уром 36, 20, 150. Так, давайте сохранимся для начала. А, то есть она конкретно только пистолет улучшает. Понятно. И улучшили размер обоймы. Офигеть. У меня, смотрите, вообще тьма патронов для пистолета. Там, не знаю, просто очередями можно косить. Ну, неплохо, неплохо, ладно. Какие-то дополнительные, наверное, я... Ну, давайте просто для эксперимента что-нибудь купим. А, то есть я все-таки все могу купить. Ну, давайте все купим. Чтоб не возвращаться сюда действительно больше. В принципе, кажется, хорошей тактикой. Просто скупаешься в надежде, что когда-нибудь пригодится. Поздравляю с окончанием этого этажа. Давайте пройдем к выходу. И уже в следующей серии начнем новый этаж. Труба моя валяется. Хакер. Это Ребекка. Здесь сказано, что ты значишься как сотрудник 24601. Диего обеспечил тебе прикрытие и этот нейроимплант в обмен на что? Ключи от Шадан? Нетрудно сложить 2 и 2 в отношении положения дел на станции. Трипа согласна на сделку. Ты помогаешь нам вернуть станцию, под контроль и получаешь полную амнистию. Похоже, теперь мы с тобой партнеры. И если правильно разыграем карты, то сможем понять, что делать. Соблюдаем тишину на станции. Спасибо. Блин, бошку-то я никак не раз... А, нет, все, смог. Хе-хе. Шадан вмешалась, заткнула наши переговоры. Переговоры, зараза такая. Угу. И мы покидаем медпалубу. Ой, че это было? Это, конечно, очень хорошо. Но я, наверное, все-таки с пистолета с ним не справлюсь. Их слишком много. Ой, как меня далеко-то... Загрузило, сохранило. Тем более, что раз я улучшил пистолет... Все, ладно, сойдет. Не удалось мне идеально их перемочить. Так, этого обобрали. Этого обобрали. Этого. Этого. Ну, вроде как, все. Да, поздравляю. Де Бартолу. Что в кармане он у тебя не лежал? На этом тогда давайте закончим. В следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok